А я вижу, что у вас с Сорокой такая же ситуация, как у Даны с Димой. Просто два друг для друга удобных варианта. И все. Ему просто больше не с кем, а ему все гнобят уже на шоу, что надо хоть с кем-то построить отношения. И он делает это с тобой. Слушай, Сорока прекрасно понимает, что он может быть интересным одиночкой. Женя, если здесь некоторые люди вообще не могут быть одиночками. Неинтересно, а неинтересно. Не будет он одиночкой. Сорока, он сколько просидел месяцев как одиночка, и он интересный одиночка. И правильно сказали, что Сорока такой персонаж, он может существовать как одиночка. И он будет интересен. Если бы не Сорока, этот остров вообще просто бы уже давно затух. На самом деле Сороки дают развитие именно персонажей острова, на которых он просто строит темы, и он сидит и легко обсуждает. Быть одиночкой, как Сорока, не так уж и сложно на самом деле. Так а почему, Витя? Когда он смотрит на тебя одиночку? Когда ты умеешь лить грязь и... Какую грязь лить! Не смотри, не смотри, не на дружку. Ты даже свое мнение сформулировать иногда не можешь, Витя. Не смотри, не на дружку. Не на что. Сорока формулирует мнение. Он будет хорошо формулировать мнение. Сорока иногда сошелся. Ребят, давайте... И только в конце добавляет такое, знаешь, добавляет чуть-чуть интеллекта. Только в конце своей... Потому что у человека есть... И это нужно талант иметь, Витя. Давайте по-честному. У нас на острове два персонажа. Лена и Сорока. Все. Больше нет. Все. Остальные просто вокруг ходят. Мы Лене сейчас залежем, так что он в таблице не сможет. Причем никто не залежет. Это факт, Витя. Это факт. Короче, Лаура, тебе просто... Ты не слушаешь никого сейчас, а потом останешься в такой ситуации в лесу где-нибудь. Жень, ты уже влезешь к тому времени. Или в океане. Света, не обо мне говорят. Причем здесь ты вообще к этому разговору? Ты не нас станешь. Да мне насрать. Это момент, когда Юра был в джунгли. Я когда буду знать, что меня отсюда выгоняют, я могу вообще тебя пристрелить. У-у-у. Это угрозно. О, поэтому не о тебе говорят. Как смешно. Света, не надо влазить в чужие разговоры. Не о тебе вообще говорят. Когда будет твоя тема, будет также о тебе. Я имею право, имею свое мнение. Твое мнение будет после моего. Мне неинтересно, что ты говоришь. После моего будет. Я сейчас говорю. Так я не для тебя говорю. Это моя подруга, и я за нее заступаю. Ты дурная или что? Мы говорим по очереди. Ты часто оскорбляешь меня. Потому что ты дурна, если ты не понимаешь, что мы разговариваем, ведем диалог. Я говорю свое мнение. Скажешь потом свое неинтересное, малотонное мнение. Ты поняла? Просто они начинают говорить с кого-то про параллель, а сами перебивают людей. Ты просто тренек купаешь. И это все понимают, почему я обосную эти слова. Мы разговариваем диалогом. Я говорю свое мнение, а ты влажишь в свое. Ты тупая, раз ты не понимаешь, что я должен закончить. Потом ты скажешь свое неинтересное мнение обо мне. Я обосную тебе еще раз, что ты тупая. Скажу это 10 раз. Ты тупая. Жень, тебе не стыдно оскорблять девушек? Нет, мне не стыдно, если девушка не понимает, что мы общаемся. Нет, Женя, нет повода. Что еще? Да и вот повода оскорблять девушек. Ты че? Тряпка не толкнула. Кому ты тупая будешь, мэра? Ты меня тупой называешь. Ты че? Ты тупорылая, почему ты тупорылая, овца? Кому ты тупорылая будешь? Давай заплачь. Ты не нормальный вообще? Жень, мы все нормальные. Ты как баба. Потому что тебя ударить не могу, дебилка. Ты как баба. Пошла отсюда. Ты такая тупорылая. Нет, ты сидишь просто специально ходите там стекло. Нет, ты сидишь специально провоцируешь, Жень. Кого провоцируешь, пускай они посылают свои... Каких по... Жень, ты почему ее есть? Заплать, ты еще говоришь, меня кинь слаба. Малая, я тебя сейчас выкинул вообще отсюда. Ты ничего не можешь сделать. Жень, ты... Я не буду ее бить, я не буду ее бить. Женя, ты нормальный, вообще нормальный человек. Да я ее в бассейн хотел скинуть. Слышишь, он... Я ее в бассейн хотел скинуть, и все...